Бой номер 6 Fight Time Promotion 5 По правилам кикбоксинга Весовая категория до 90 кг Боец синего угла ринга Внимание на экран Всем привет, я Жанр Дмитрий 22-го, я вас ждут на Fight Time Promotion 5 Угробных будет выставленный сплайм Клуб Булат Джим, город Минск Тренер Валентович Александр Дмитрий Жаврид Ваши аплодисменты Дмитрий Жаврид Чемпион Латвии Победитель Пумуай Тай Победитель и призер Республики Беларусь Пока один Участник командных боев 4 на 4 Вице-чемпион мира Среди профессионалов Победитель FTP Профессиональный рекорд 14 побед, 5 поражений Дмитрий Жаврид Дмитрий Жаврид Его оппонент Представитель красного угла Внимание на экран Меня зовут Иван Эйфен У меня 18 лет Я являюсь серебряным и бронзовым призером чемпионата мира Таилантовым боксом Чемпионом республики Беларусь Уоу Мои Тай Всем привет, меня зовут Иван Эйсов, мне 18 лет. Я являюсь серебряным и бронзовым призером чемпионата мира в Таиландском боксе. Чемпион Республики в Киеве. Я хочу достичь больших высоток в этом виде спорта. Я скоро вы станете все увидим. Моему оппоненту хочу позвать здоровья. Я хочу бой со мной, а мы ему победим. Серебряный и бронзовый призер первенства мира по кикбоксингу. Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Любительских 25 боев, из них 20 побед, 5 поражений. Иван Эйсман! Субтитры создавал DimaTorzok Николая тут видим сразу же... Да, да, противостояние, работа ног левшие и правшие. И главное победить в работе ног. Субтитры создавал DimaTorzok Видим, как Эйсман хай кик проводит в голову. Так довольно успешно достает. Отлично. 32 года. Дмитрию и 20 лет Иванов. Молодость. Да. Неопыт. Нокдаун. Отсчитываю. Жавриту Дмитрию. Страшная нога пронеслась. 20 лет 90 килограмм. Это штучный товар. Ему еще расти, расти. Вот тут его надо беречь. Вот это будет реальный тяж. Взрывной, хороший. Хорошо Иван встречает ножками под руку Жаврида Дмитрия. Дима тоже попадает. Попадает довольно-то успешно. Но мы видим работу Эйсмонда Ваня. Молодец. Дарит он публике зрелище. Зрители поддерживают местного бойца. Ну, дома и стены помогают. Мы это слышим, видим. Как здесь вся публика, все зрители поддерживают. Каждое попадание сопровождают криком и аплодисментами. Здорово. Классно. Ну, подстегивать. Подстегивать надо Ваню. Подстегивать он больше может, чем показывает. Эйсмонда Ваня, ему 20 лет. Он тренируется у Варца Дмитрия. Месяц назад он должен был выступать в Гомеле. Но они уже выехали с Дмитриевым на турнир. Он турнир сорвался. Из-за того, что они нашли... Отказался боец. Поэтому у него получилась двойная подготовка. Готовился к турниру Гомеле. Потом перерыв. И готовился уже к турниру Дмитрия. Ну, здесь он уже... Пайд на из промоушен, да. И изначально задал тон Эйсмонт Иван. Занял центр ринга. Работает первым номером. Жаврид Дмитрий чуть-чуть подсел, мы видим. Подсел. Ванька болтанул его. И немножко, Дима... Ну, пропущенные удары сыграли. Мы же работаем так, как позволяет нам работать соперник. А если соперник жестко попадает, то и всякое желание... Закончился раунд. Я отмечу, Николай, знаете что? Жаврид Дмитрий принимал участие в командных боях 4 на 4 по аналогу художественного фильма «Спарта». Это интересно был турнир в 18-м году. Себя прекрасно, Дмитрий, за этим, давай, на прошлом турнире «Fight Nice Promotion». То есть он там с заявным преимуществом бой окончил. Здорово, зрители болеют, конечно, за Эсмонта Ивана. Он первый раунд он однозначно выиграл. Смотрим, у нас впереди еще два раунда. У тяжеловесов все... Ну, нельзя расслабляться, нельзя расслабляться. Верно. В общении со мной признался, что... Знает только единственное, что он левша, что Иван левша, что он молод, дерзок. И, как сказал Жаврин Дима, бой будет жаркий. Непростой будет бой, отметил Дмитрий. Бой будет непростой для боя. Видите, он долго перекрывается, Иван. Долго перекрывается, а потом выстрелили. Плохо, второе. Попадает Иван. Но с этой руки ему надо чаще выкидывать. Хорошую... Было, когда первенство СНГ среди мужиков, Иван там занял третье место, где были самые сильнейшие сборные. Казахстан, Россия. То есть было первенство СНГ, я не помню, по кикбоксингу. Но Ньютон стал третьим. То есть тяжелая категория. Но также Иван в 2018 году был финалистом чемпионата мира по муай-тай в Таиланде. И в 2019 году стал бронзовым призером в Турции по таиландскому боксу на первенстве мира. Я сейчас говорю о последних выступлениях, которые были в участках недавно. Ну, этот растет, Вань. Растет, видно. Начал играть ручками. Наконец-то эти кошачьи лапки появились. Надо постоянно держать руки, зажиматься. Кошачьими лапками поигрался кинул. И они быстрее полетят. Да, сразу принесли извинения. Такое уважительное отношение бойцов. Это всегда радует. Вот, пожалуйста. Очередная атака Вани. Наверное, капа выпала. Отмечу, что Эйс Монт-Иван, он закончил колледж ПИП в Гродно. Юрист в прошлом году. Сейчас занимается... Много клинча. Занимается бизнесом, стартапами. Увлечен всем, что интересно. Что интересно в бизнесе. Молодец такой разносторонний. Не парень. Да, парень не глупый. Продуманный во всех направлениях. IT-технологии. Поэтому говорю. Даже, по-другому, странно, что он занимается таким жестоким единоборством. Но, увидите, и там, и там успевает. С 2017 года, Иван. В единоборствах. В то время, как Жаврид Дмитрий еще начал тренироваться с 2007 года. То есть, это такой уже громадный багаж опыта у Жаврида Дмитрия. Но молодость берет свое, как мы видим, Николай. Молодость, дыхание. Жаврида Дмитрий, представитель клуба «Ула Джим» и фитнес-центр «Физра». В свободное время у него забирает мотоцикл. Мотоцикл, байк, направление. Но, как Дмитрий отметил, времени мало на все это. Жаврида Дмитрий также готовил Женя Макаров к этому поединку. Паша Бутник, Никита Шосток в одной команде. И Артем Надольский. Да, разница в 12 лет, она такая значимая. Но, как мы видим, Эйсмонта, Ивана, разница в возрасте вообще не пугает. Эйсмонт пока ведет этот поединок, насколько мы видим, так субъективно. В идеале 32 года в такой весовой категории должен быть самый рассветный, понимаете, на что видите. А что Заврюд еще может выстрелить от души. Хорошая комбинация Эйсмонта. Догоночку еще. Раунд закончился. Но здорово. Зрители все болеют за своего героя, за Ивана Эйсмонта. Все тут аплодируют, поддерживают. Видно, как с балконов ему там что-то подсказывают, желают удачи. Ну, здорово смотреть на это все. Видим победителя сегодняшнего первого поединка. Илью Варца, нашего чемпиона, кадета. Владельца пояса, чемпиона. Fight Time Promotion среди кадетов. Поддерживает своего артоклубника. Оказывает помощь секундантам. Секундант. Это же как ответственно быть секундантом в углу. Сейчас будет интересный третий раунд. Мне кажется, Дмитрий Жаврид пойдет в обанку. Эйсмонт Иван сказал, что знакомы давно с Димой Жавридом. Приятельские отношения на сборах вместе часто бывают. Но в ринге они не встречались. Но на прошлом турнире Жаврид одержал победу над одноклубником. И Эйсмонт сказал, что буду мстить за своего одноклубника. Ну, я уже сказал, что все-таки единоборство это личное выступление. Тут трудно. Нет, но легкая история не помешает. Да, да, да. Вот мы слышим, как зрители поддерживают. И ох, хорошо. Здорово, приятно слышать, как в Гродо поддерживают Жаврида Дмитрия. Да, да, да. Его здесь любят, на самом деле. Поддерживают, сконтируют Жаврид. Жаврид здорово, классно. Но Эйсмонт Иван вцепился в свою победу. Поджимает, поджимает. Пока он выигрывает в работе ногами. Позицию выигрывает для нанесения удара. Да, Жаврид, как вы говорили, идет ва-банк. Все правильно. Он пытается зацепить с рук. Делает акцент на руки, чтобы попасть. Да, вот этот его крюк такой, ринг. Непонятный, непонятная траектория. Вылетает с сильнейшей руки. Просто просвистит над головой. Вот видите, еще раз. Сейчас правда будет прямой. Он часто выкидывает вправо от души. Да, опыта вагон у Жаврида Дмитрия. Мы видим, что пытается он что-то... Ну, а весь Монфань он... Вот он, вот он этот удар. Чаще его Ваня кидать надо. Столько оттачиваю. Нет. Не прошел. Вот, и вероятно. Вот это да. Вот это выдал красоту. Сразу уважительные такие обнима... Молодцы. Умеют уважительно относиться, умеют жестко драться. Стандартные акробатические удары в стиле Дмитрия Варца. Ну, а здесь уже Ванька вцепился. Надо, надо, должен больше. Больше должен работать чаще. Вот видите, как выстреливает сильнейшие руки задние. Хорошее колено. Вот тут клинч уже подустали парни. Понятно, но... У Ивана сил, мы видим, побольше. 20-летний богатырь. Пробежался, пробежался. Не надо. Не надо. Концовочка, поединка, концовочка. Уже врут, Дмитрий опасен до последнего момента. До последней секунды. Опыт большой. Вот. Но пропускает. Да, колено в голову. Отключает, пытается колено зацепить. Правильно кикбортик. Слишком судья дает долго клинчевать. Вот он. Отмечу отдельно, что бой проходит по правилам кикбоксинга, но с прихватами и подсечками. То есть здесь оговорено, что в этом поединке можно делать прихваты и подсечки. Вот она красивая его работа. Ужалил, разорвал, ужалил. Вот он расслабился наконец-то. Закончился бой. Зрители разогреты. Зрители готовы ко второй половине турнира. Ждут соглавные и главные поединки вечера. Подустали парни. Ждем вердикта судей. Поздравления. Для участия в церемонии награждения хотел бы представителя компании «Кардена» пригласить в нашу клетку. Кухта Юлия, представитель компании «Кардена». Ваши аплодисменты. Продолжение следует. Уважаемые друзья. Единогласным решением судей победу в шестом бое по правилам кикбоксинга весная категория до 90 килограмм одерживает боец красного угла ринга Иван Эйсман. Поздравления от нашего представителя. Прошу, ребята, прививите. Ваня, Дима. Поздравления от представителя. Пару слов буквально, ребята. Дим, ну как ты? Скажи мне. Все-таки молодость, походу, немножечко сегодня была в руках того молодого человека, который победил, да? Нет. Как ты вообще? Как ощущения? Я немножко вижу кровь на твоем лице. Все ли в порядке? Как себя чувствуешь? Точно моя, да? Не знаю. Отчувствую себя хорошо, могу ищать репрессии. Красавчик. Юмор, это хорошо. Друзья, поздравляем. Жаври Дмитрия. Провожаем. Спасибо за бой. Спасибо за зрелище. Ваня, я так понимаю, нашему представителю Юлии, наверное, тоже есть что сказать, наверное, какие-то славопоздравления. Но и общие эмоции от вообще мероприятия. Прошу. Я поздравляю. Это был красивый зрелищный бой. Я желаю много ярких побед. Спасибо большое. Уважаемые друзья, общая фотография со всеми участниками. Спасибо.